Привет, вы у вас! Знаете, мне всегда очень нравилось, всегда меня забавляла такая история, когда человек говорит, примерно как мы, что нужно, значит, надо действовать, да, очень время терять, вот. Есть планы, есть мечты какие-то, это когда у человека вроде бы есть то, что он хочет, да, но в то же время он ничего не делает для этого, ну вроде как, вроде бы. Почему я забавляла, ну потому что это, знаете, свой род такой самообман, на мой взгляд. По причине того, что, если бы вы этого действительно хотели, то у вас не было бы такого, что вы этого не делают. У вас не было бы такого, что вот, типа, типа, есть лето, да, хочется отдыхать и потреблять свою жизнь, как вы говорите. Вам не хотелось бы гулять там и потреблять свою жизнь, если бы действительно ваша мечта, как вы говорите, да, она была бы в другом. А поскольку вы этого хотите, то есть, ну поскольку, поскольку вы делаете, вот, то, что, ну, то, что делается, да, и, как вы говорите, не можете собраться. Что это значит, что те мечты, которыми вы, к примеру, руководствуете, они, попросту говоря, не ваши. И все, что вы думаете, как вы думаете, это все вот иллюзия, понимаете? Так, по крайней мере, мне кажется. То есть, протворитель, знаете, протворитель возникает. Я чего-то хочу, но я почему-то этого не делаю. А делаю что-то другое. Так, может быть, может быть, то, что я делаю есть, это я хочу. Знаете, как бы, это такой вот самый простой, ну, самое простое объяснение тому, что происходит, да, это самый простой момент. Вот, и это момент потолочнее, да, это момент потолочнее, да, какова природа вашего желания, там, отдыхать, потреблять всю свою жизнь и так далее. Ну, как, как вы говорите? Ну, вот, какова именно природа этого? Ну, давайте посмотрим, что исследует. Вот. Может быть, вы делаете это через силу, через силу, да, то есть, вот вы, например, не хотите развлекаться, да, допустим, ну, к примеру, к примеру, к примеру, вы не хотите развлекаться, но развлекаетесь. А вы не хотите потреблять всю свою жизнь, как вы говорите, но потребляет. Вот, если это так, то это уже не ваше желание, а это уже то, что называется разврат. Что касается, когда человек делает то, что он, ну, вроде бы, вроде бы как никогда не хочет. У него детки тоже желание, а он не хочет этого делать. Понимаете? Вот это работает именно так. Когда вы говорите, взять себя в руки, а, простите, а что для вас такое, вот, взять себя в руки? Это как? Ну, вообще? Это зачем? Брать себя в руки? Это как? Это зачем? Брать себя, брать себя в руки? Стогнаете? То есть, мне вот кажется, мне вот кажется, да, почему-то, что... если вы пытаетесь взять себя в руки, да, то вы, по факту, по факту, вы себе, ну, только вредите. Вот. Понимаете? Ну, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд. То есть, все тут, конечно, вам решать, вам определять, вам смотреть, но мне думать, мне думать, именно, именно так. То есть, когда вы берете себя в руки, вы неестественно. Ну, вот. Лень. Вы пишите, что вам лень. А, знаете, какая история? Лень, лень, это, как бы, так сказать, лень, это индикатор. Лень, это индикатор того, что вы хотите, к примеру, того, что вы могли бы, к примеру. Да? Вот. Вот. Но не сделали. Выскление, это, вот, именно, и чисто, индикатор. Это индикатор, именно, вот, как бы, так сказать, того, что вам нужно, того, что вам важно. Это индикатор. И, если вы все ленитесь, а, ну, вот, по какой-то причине, да, если вы там ленитесь, не хотите что-то делать, допустим, Эм, тогда начать, эм, только лишь, что это не вас. Начать, что вы не хотите. Для чего вы тогда делаете, ну, это уже, эм, это уже вопрос. Эм, зачем вы тогда, вы тогда к этому, к этому стремитесь. Вот. Потому что, будет вашей мечтой, и будучи уверены, э, в том, что, э, это ваши, вы бы это сделали, без всяких сомнений. Вот. Понимаете? Поэтому, у меня нет уверенности в том, что, вот, именно, допустим, э, тот же коучинг, да, о котором вы говорите, у меня нет ощущения, что коучинг, коучинг это, то, что вам, э, нужно. Вообще. У меня такое ощущение, что коучинг это, вот, прям, то, что вы хотите. То, что вы хотите, хотите. Вот. А, у меня нет ощущения, что вы, когда вы себя пытаетесь подчинить, вы пытаетесь себя как-то, ну я не знаю, подавить, да, или что-то ещё, вот, но зачем, зачем вы это делаете, да, это уже как бы момент, вот, с другой стороны, вы можете допустить, что вы просто не умеете, ну ставить задачу, да, и так далее, ставить задачу, выполнять задачу, ну к примеру, вот, но в таком случае, вот в таком случае, я думаю, что нужно во-первых, себя хвалить за то, что вы делаете, потому что должны, должны быть, ну позитивные, положительные, как бы, подкреплению, да, того, что вы делаете, всё-таки это вам нужно, это с одной стороны. С другой стороны, вам нужно ставить себе такие задачи, которые можно было бы реально адекватно выполнить, вот, понимаете, если у вас такого нет, да, у вас нет адекватного, адекватной постановской задачи, к примеру, то что бы у вас не было, да, не получится. По-другому просто. Вот. Поэтому удалячи нужно ставить, эм, себе взоразмером, вот, именно взоразмер, взоразмер. Чтоб это, чтоб это было, чтобы это были адекватные Dest ausus face, вот. Потому что, когда вы говорите, что у меня есть какие-то мечты, да, у меня есть там планы и так далее, вот, ну хочется спросить, а вот как бы, да, что для вас, ну, мечта. Вот как спросил мой коллега, что для вас мечта, что есть мечта для вас, как вы понимаете эту мечту, к примеру, и так далее. Поэтому, да, коучинг есть, но коуч это важно понимать, что коуч это по сути четкое структурирование планов и ресурсов. Если есть цель, вот у человека есть цель, да, он не может себя организовать, к примеру, что да, ему можно помочь, или человек занимается бизнесом, допустим, вот, но занимается бизнесом, а бизнес у него не складывается, то есть тут нет, там нет, тут не получается, там не получается. Вот такому человеку нужна помощь коуча, потому что он, аммм, потому что он там не справлялся. Если вы хотите, к примеру, отдыхать, да, если вы хотите браться от жизни, от жизни, как вы говорите, всё, вот, что я честно говоря, я не думаю, не думаю, что коуч вам здесь поможет. Почему? Да потому что у вас не будет нативации, у вас просто не будет нативации делать, к примеру, там, то, что нужно. Будет говорить, ну вот я не смогла, вот я вот хотих, вот хотела, вот да, но не смогла. То есть коуч это не мотиватор, коуч не будет вас именно вот мотивировать, да, давайте вот так вот мы с вами определимся, да, коуч не будет вас мотивировать, коуч это всё-таки именно возможность человека нацелить, нацелить его на какие-то действия, ну, которые ему нужны. Вот, это да, это можно и даже нужно, а в остальном у меня пока пока ощущение, что вы подменяете понятия и действуете, ну, несколько против своей природы. вот. Дальше, знаю, что это неправильно, так как в это время, так как в то же время не исполняют свои мечты, а вот кто определяет мечты, да, собственно говоря, вот тот, что вам мой коллега сказал. Что определяет мечты? Вы не сами определяете мечты, а как определяются мечты? Мечты определяются тем, что мы хотим, то, что мы делаем. По сути, если вы делаете, то вам хочется гулять, отдыхать, но если вы делаете это по своему желанию, да, вот это очень важный момент. Если вы делаете это именно по своему желанию, то это есть мечта, это есть мечта, ваша мечта. А мечты, та мечта, о которой вы говорите, к примеру, это вообще совсем другая история, это вообще, ну, совсем другое, это не мечта, по крайней мере, по крайней мере, это не ваша мечта, это, ну, что, это что-то другое, это то, что к вам, да, отношения вообще не имеют, ну, как, как вот, как правило, вот, потому что будь это мечтой, я уже говорю, да, вы бы, вы бы, ну, вы бы легко это, вы бы легко это сделали, либо, либо вы говорили, как мы это сделали, вот. Если у вас не было противоречий, да, вы бы просто не знали, что именно нужно, нужно для этого, к примеру, вы бы не знали, и это вам, да, в этом можно помочь, безусловно. А так, что, как вы это говорите, это у меня вызывает от вопросов. Вот, понимаете, вы говорите, как доставить себя, да, разве и доставляют, ну, вот, себя люди, там, делают, что они хотят. Ну, я не знаю, я тут такого, такого не припомню, если честно, чтобы люди себя доставляли делать, чтобы люди доставляли себя, ну, к примеру, да, работать, чтобы люди доставляли себя, к примеру, там, идти к своим, своей мечте и так далее. Вот, я такого не помню, если честно. То есть, я, насколько знаю, насколько нам говорит, говорит, вот, история, да, это, к мечте, к мечте идут всегда люди, которые, ну, вот, знают их, ясно, 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 ведь они не всегда знают, как это сделать, да, они всегда понимают, что нужно для этого, да, но они, они хотят этого, они идут к этому. Вот, поэтому, извините, но здесь, опять же, доставляя себя, вы не идете к мечте, вы делаете, опять же, то, что вас заложено, а это противоречие вам. Как научить себя работать и вкладываться? Ну, на самом деле, вот, опять же, с точки времени психологии, да, с точки времени, да, например, ну, той же личности, к примеру, вот, существует совершенно однозначный взгляд на структуру личности. Взгляд на структуру личности, он такой, что должен быть везде плюс. Личность состоит из я, вы, они и труд, работа труд. И вот у вас, по какой-то причине, труд – это что-то негативное. Почему-то. И вы не можете работать, не можете заставить себя складываться именно по той причине простой, что работа для вас что-то негативное. Работа для вас что-то всегда ужасное, отвратительное, неприятное, тяжёлое. Вот. Но откуда вы это взяли? Допустим. Откуда вы это взяли? Откуда вы взяли, что работа она вот такая? А вы это могли взять только из, собственно говоря, своего опыта. Вот. То есть это ваш опыт, это опыт вашего, ну, условно говоря, да, взаимодействия с деятельностью. Если вы в этом видите негативы, значит, значит, вы выбирали свою деятельность, как-то не брали, не прислушиваясь к себе и так далее. Вы выбирали свою деятельность, руководствуясь другими ценностями, другими вообще ориентирами, не теми, которые являлись, к примеру, вашими. Вот. Ну и понятно, что сразу возникает вопрос, да, а если вы руководствовались с другими ориентирами, да, то с чьими, с чьими ориентирами вы руководствуете? Тогда. Ну вот. Какими вы ориентирами руководствуете? Вот. Давайте это разберем, например, посмотрим и исследуем данный аспект. Будет, по крайней мере, понятно. что, что откуда и как, как. Потому что заставлять себя, да, заставлять, это не вариант, абсолютно. Не вариант на себя заставлять. Надеюсь, вы, ну, поняли. Ну да. Здесь. Вот. Дальше. Работаю, ведь ясно надоелся работе только ради денег на автопилоте. Ну а, как, вопрос-то, а, возникает. Если работа надоела, это значит, что вы в ней не видите для себя перспектив в этой работе. Вот. Если вы не видите в этой работе для себя перспектив, то мне кажется вопрос, а почему вы не видите для себя в этой работе перспектив? Ну, вообще, почему, почему? А как вы на него устраивали? Вот. А можете ли вы, к примеру, найти перспективы в своей работе? Вот. То есть, есть ли у вас возможность так сделать? А если такой возможности нет, то для чего вы тогда работали? Ну, для чего вы тогда работали и зачем пошли на эту работу? Вот. А как вы деньги используете, которые вы получаете? Ну, вот, собственно, с этой работой. Как вы деньги получаете? Как вы их, точнее, ну, используете эти деньги? То есть, вы работаете ради денег. Окей. Хорошо. Вы работаете ради денег. А если вы работаете ради денег, то, соответственно, деньги вам нужно как-то использовать. Ну, то есть, вы для чего-то, вот, вы куда-то вкладываете деньги. Куда вкладываете деньги? Знаете? Какая история. Вот. Вот это, собственно говоря, и нужно анализировать. И уже, уже после этого можно будет, можно будет исследовать, уже после этого можно будет, опять же, помочь вам. можно, к примеру, оставить, то, что вот вы работаете ради денег, да, так, ну, оставьте это, работайте, работайте, а заниматься при этом еще чем-то. с другими вещами. Вот. То есть, вариантов-то много. Вопрос в том, как, ну, как вы будете организовывать свою деятельность. Понимаете? 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 Вот это, то, что я могу вам сказать. Дальше. Есть здесь тот тип лайф-коуч, который может помочь организовать план и поможет на первых парах организовать свою жизнь. План, да? Жизнь. Ну, опять же, вот здесь вот вы, как-то, слишком глобально вымисляете это, организовать свою жизнь, ну, вам самой. Знаете, вам самой не страшно, когда вы так говорите. Мне почему-то кажется, что страшно. Если я кого-то попросил бы организовать свою жизнь, это было бы, ну, в общем, довольно, мне кажется, проблематично. Вот. Так что, я, конечно, не знаю, безусловно, но с этим вы, на мой взгляд, поглечились с тем, чтобы организовать жизнь. Вот. Какие-то вещи подкорректировать можно. Вот. Какие-то вещи вы будете корректировать сами. Но, в целом, в целом, я надеюсь, что смысл выполнен. Да. То есть, в причине того, только что, вот, мне показалось, вы хотите на нас, на психологов, да, ответственности перевести. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить на ваши вопросы. Кстати, лайф-коуч – это, в первую очередь, привычки. В первую очередь, лайф-коуч – это привычки. Именно изменение своих привычек. Скажем так. Если вы готовы менять свои привычки, то, да, можно будет. Конечно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.